22 апреля Илон Маск вывел на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink. Они выстроились в красивую ровную цепочку. И начиная с конца апреля люди по всему миру наблюдали, как они летят. Их видели в небе над Европой, над Украиной, над Казахстаном и над многими российскими городами. Очень красиво. И теперь вокруг Земли летает уже 422 спутника Starlink. Но после каждого успешного запуска появляются не только сотни роликов на YouTube с летящими спутниками, но и одни и те же вопросы. У нас теперь у всех будет бесплатный Wi-Fi? Илон Маск, агент Пентагона и запускает спутники, чтобы за нами следить? Говорят, что спутники Маска мешают астрономам и сталкиваются с другими спутниками, которые запускают ученые? И главное, даст ли все это нам не подцензурный интернет? Давайте разберемся. Первые два спутника Маск запустил на орбиту в феврале 2018 года, и за этим запуском тогда следил весь мир. Эти спутники стали прототипами нынешних Starlink, которые теперь запускают партиями сразу по 60 штук. Они часть проекта спутникового интернета от Илона Маска. Как это работает? Суть такого интернета очень упрощенная в том, что спутники в космосе могут передавать и принимать сигнал, а на Земле можно поставить антенну, ну вы наверняка видели такие большие тарелки, которая как раз будет этот сигнал принимать. И так возникает связь. Нынешние спутники называются ретрансляционными. Передача данных идет между ними и антенной, сверху вниз и снизу вверх. Для такой передачи не нужен подводный трансокеанический кабель, не нужно прокладывать инфраструктуру по поверхности Земли. Все сигналы передаются через космос. Идея Маска заключается как раз в том, чтобы покрыть весь земной шар большой сетью таких спутников. И возникает вопрос, ну а в чем же тут сенсация? Ведь спутники и до него летали на орбите. Есть Иридиум, на основе которого работает спутниковый интернет сейчас. Есть проект OneWeb, который занимается примерно тем же, чем и Маск. Но Маск опередил всех по масштабу. Он собирается запустить в космос 12 тысяч спутников. Это больше, чем до него запускали все страны вместе взятые. И это значит, что принять сигнал от спутников Маска, если у него все получится, можно будет в любой точке планеты. Где бы вы ни находились, в каждый конкретный момент над вами будет пролетать даже не один, а несколько спутников Старлинг. Доступ к интернету с помощью такой сети можно обеспечить везде. В автомобилях, которые едут по глухой тайге, в самолетах, на кораблях, в любом уголке, где до этого не было связи. Спутники Старлинг будут летать на низкой орбите, на высоте 550 километров от Земли. Это одна из самых загруженных орбит. В основном именно на ней сейчас находятся и другие спутники связи. А еще много космического мусора, с которым нужно не столкнуться. Спутники Маска маленькие и легкие. Один весит 227 килограмм всего. Их можно запускать целой гроздью на одной ракете, что он и делает. Работают эти спутники будут в KU, KA и V диапазонах. Но есть в будущей сети Старлинг еще одно важное отличие. Спутники Маска будут передавать данные между собой. Между ними установятся каналы связей по лазерным линиям, которые будут работать быстрее, чем оптоволокно. Потому что скорость света в вакууме, как мы помним, 300 тысяч километров в секунду, а в оптоволокне 100 тысяч. Это значит, что и сигнал спутники будут передавать друг другу в три раза быстрее. Вот мы недавно рассказывали в одном из видео Ози про поколение связи. Так вот это будет, по сути, связью шестого поколения, которая придет после 5G. А вот это уже, мне кажется, серьезно. Конечно, тут не все так просто. Там есть куча технических проблем, которые еще не решены. Во-первых, непонятно, какая математика связи будет между самими спутниками. Во-вторых, есть вопрос с физическими процессами передачи данных на Землю. Сейчас для передачи сигнала на Земле нужна большая антенна, большая тарелка. И эта тарелка должна быть направлена на спутник, чтобы улавливать сигнал. А если цепочка спутников постоянно летает в небе, то эту тарелку буквально придется все время поворачивать. Поэтому не очень понятно, как должен быть устроен пользовательский терминал, чтобы принимать интернет из космоса. На это Маск отвечает, что будут разработаны специальные антенны на жидких кристаллах. Это очень похоже на мониторы компьютеров, только вместо цветных пикселей будут включаться и выключаться радиопроводящие области. Там будут точно так же появляться точечки, но не для света, а для радио. Но сейчас пока есть только опытные образцы таких антенн. Если их производство наладят, с их помощью можно будет формировать очень узконаправленные лучи, которые смогут передавать данные в конкретную точку. Но пока такая антенна, не говоря о запуске спутника, стоит немало. И это значит, что как минимум связь от Маска совсем не будет дешевой, особенно в больших городах, где интернет и так прекрасно работает. Конкурировать с ценными провайдерами в Маску будет очень сложно. Конечно, если удастся сделать терминалы стоимостью в несколько сотен долларов, все может измениться. Но пока комплект оборудования для двунаправленной связи Земля-спутник стоит десятки тысяч долларов. Ну и, конечно, называть эту связь Wi-Fi неправильно. Это будет глобальная сеть, которая будет работать на сверхвысоких частотах. Еще одна сложность в том, что этим роем спутников нужно будет управлять. Какие-то из них придется выводить с орбиты, заменять новыми. Они же не могут летать бесконечно. Им нужна энергия, чтобы сохранять нужную траекторию. И вместе с этим они должны избегать столкновений с другими спутниками и космическим мусором. И, собственно, сейчас компания Starling и отрабатывает все эти технологии. Короче говоря, резюме. Не стоит ждать, что спутниковый интернет будет какой-то волшебной сетью, которая поскроет всю планету очень быстро. По словам Маска, полностью система спутниковой связи должна быть готова к 2027 году. А пока мы видим только самое начало. Всего около полусотни спутников из 12 тысяч. И точно не стоит ждать, что это будет дешево или бесплатно. Но уже сейчас мы видим, что Маск на порядок опережает любых конкурентов в космосе. И то, что он делает, это очень круто и смело. И, безусловно, тут есть плохие новости для российских властей. Такой интернет нельзя будет заблокировать никак. Вообще никак. Нельзя сделать так, чтобы эти спутники не летали над Россией. У нас слишком большая территория. Нельзя придумать физический прибор, который заблокирует связь планетарного масштаба. Роскомнадзор не сможет. Максимум, на что их хватит, запретить устройство для приема сигнала. Вот это они попытаются сделать. Кстати говоря, тот самый проект OneWeb, который тоже запускает спутники, только не в таком масштабе, конечно, как Илон Маск, не так давно хотел развивать партнерство с Россией. Они планировали наладить коммерческий запуск ракет вместе с Роскосмосом и получить разрешение на использование нужных частот для своей сети. Но разрешение проект OneWeb так не получил. И знаете, кто был против? ФСБ. И знаете почему? Из опасений, что компания OneWeb будет якобы выполнять разведывательные функции и в отдельных районах, где нет интернета, станет монополистом в сфере связи. Как тебе такое, Илон Маск? Продолжение следует...